Регулярно оплачиваете долги по кредиту. Ни разу не допускали просрочек. Решили подать заявку на рефинансирование кредита, но получили отказ. Почему банк так поступает, если кредитная история положительная, есть пенсионные отчисления и стабильный доход? В мобильном приложении банки часто не пишут причину отказа, а просто оповещают. Заемщика, что в рефинансировании отказано. Разберемся, почему так происходит, и объясним причины отказа в рефинансировании, о которых банки предпочитают умалчивать. Почему банки отказывают в рефинансировании? Любой банк в РФ вправе разрешить заемщику рефинансировать кредит, но по закону нет никаких механизмов, которые бы обязывали кредитора оказывать. Эту услугу, и банк вправе отклонить заявку без объяснения причин. Еще в банках бывают технические сбои, приведем пример ниже. Пример Максим получает зарплату в Сбербанке, у него есть ипотека, по которой он делает регулярные взносы. Через два года регулярных выплат, Максим увидел рекламу в ВТБ с выгодной ставкой рефинансирования. Максим был уверен, что рефинансирование одобрят, так как просрочек не было. И отказ для него стал большой неожиданностью. Кредитная история у Максима положительная, платил регулярно, но банк посчитал, что его платежеспособность низкая для того, чтобы выплачивать по новому кредиту. Тогда Максим взял справку с работы 2 НДФЛ, чтобы подтвердить свой доход, и направился в банк для получения разъяснений. Когда менеджеры начали разбираться, то выяснили, что произошел технический сбой системы. Заявку рефинансирования одобрили, и Максим стал платить по ипотеке меньше. Если после подачи заявки через мобильное приложение Сбербанка или любого другого банка получили отказ без объяснений, для начала проверьте, соответствуют ли вы требованиям кредитора. Требования банков для рефинансирования. Но есть требования, которые озвучивают не все банки, это срок кредита. Если заемщик платит по кредиту менее 6 месяцев, то в рефинансировании откажут. Дело в том, что банку невыгодно рефинансировать такие кредиты. Если у вас есть кредит, которому меньше 6 месяцев, выдавать заявку на рефинансирование бесполезно, так как получите отказ. Причины отказа, о которых молчат банки. Помимо распространенных причин отказа есть и малоизвестные. Долги по налогам и коммунальным услугам, неоплаченные штрафы в ГИБДД. Для банка это сигнал, что клиент неблагонадежный. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкит. Перед обращением за рефинансированием обязательно проверьте наличие долгов. Ошибки в анкете, недостоверные сведения. Такие заявки банк не рассматривает и отказывает без объяснения причин. В мобильном приложении причина не указана, а клиент просто получает оповещение об отказе. Ежемесячный платеж превышает 40% от дохода семьи заемщика. Ситуация странная, так как рефинансирование предполагает уменьшение ежемесячного платежа. Но если один банк выдает кредиты, где ежемесячный платеж клиента будет превышать 40% от дохода, в другом могут и отказать. Подача документов с заведомо завышенным доходом. Менеджеры банка тщательно проверят сведения, предоставленные заемщикам. Если найдут несоответствие, гарантированно откажут без объяснения причин. Заемщик многократно подавал заявления в разные банки и получал отказ. Менеджеры проверят эту информацию через банковскую систему. И когда 3-4 банка отказали, очередной кредитор не будет проверять платежеспособность, а вынесет автоматический отказ. Чтобы избежать подобных проблем, не торопитесь подавать заявки, а выясните причину сразу. После получения первого кредита в семье родился ребенок. Банк считает, что платежеспособность клиента в этом случае снижается. И для положительного вердикта банк вправе запросить у клиента дополнительные документы, выписка о доходах за последние полгода или даже год. Озвучено Яндекс.Спичкит. Чаще всего отказ в рефинансировании выносит система, а не человек. Банки проверяют риски через специальную программу, поэтому причина не указывается. Но если вы считаете, что вам отказали, безосновательно обращайтесь в банк и просите менеджера объяснить причину. Технические сбои системы, о которых упомянули выше, также никто не отменял. Банк отказывает в рефинансировании ипотеки. Когда заемщик подает документы на рефинансирование ипотеки, менеджеры проверят не только личность и платежеспособность заемщика, но и объект недвижимости. Если с кредитной истории полный порядок, нет просрочек и долгов, а по ипотеке выплаты больше шести месяцев, причина отказа связана с объектом недвижимости. Существуют причины, вот они, перепланировка квартиры без согласования. Незаконная перепланировка усложняет процесс реализации имущества, поэтому банки не хотят связываться с такой недвижимостью. Проблемы с документами на недвижимость. Если в одном банке специалисты допустили ошибку и не проверили квартиру, в другом банке выявят эти неточности. Нет полиса на страхование недвижимости. Перед подачей заявки сделайте страховку, чтобы избежать отказа. Внешность и поведение заемщика. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Менеджеры банка при рассмотрении заявки смотрят не только на документы, но и на внешность и поведение клиента. Если будете сильно нервничать, грубить и необоснованно доказывать свою правоту или требовать низкий процент, банк откажет. Сотрудники банка оценивают поведение и внешность заемщика, делают соответствующие пометки в заявке. Об отказе из-за поведения заемщика банки всегда умалчивают. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Что делать, если банк отказывает в рефинансировании? Задумайтесь о дальнейших заявках на рефинансирование сразу после первого отказа в банке. Для начала запросите выписку с баки. Сделайте это через портал Госуслуг или мобильное приложение Сбербанка. Если в баке содержится ошибочное сведение об испорченной кредитной истории, попросите перепроверить информацию и удалить ошибку. Для этого потребуется предъявить чеки об оплате предыдущих кредитов, чтобы доказать отсутствие просрочек. Оформите кредитную карту в своем банке с определенным лимитом и старайтесь оплачивать ей покупки. Главное не допускать просрочек по оплате, чтобы убедить банк в своей платежеспособности. Благодаря использованию кредитной карты заемщик существенно повысит шансы на одобрение заявки. Попытайтесь оформить рефинансирование под залог. Подходит тем, у кого есть имущество, автомобиль, ценные бумаги, акции. Это будет залогом того, что вы будете выполнять кредитные обязательства. Озвучено Яндекс Спичкит. Более простой выход из ситуации обратиться за помощью в МПК. Мы проанализируем ваш кредитный рейтинг, проверим платежеспособность и подберем банк для оформления рефинансирования на выгодных условиях. Коротко, почему банки отказывают в рефинансировании. Срок оплаты по кредиту менее 6 месяцев. Не подавайте заявку на рефинансирование, если не сделали минимум 6 платежей. Были допущены ошибки в документах или переданы в банк заведомо ложные данные. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Тщательно проверяйте информацию перед подачей заявки. Если будут неточности, сразу получите отказ. Технический сбой системы. Считаете, что система несправедливо подсчитала кредитный рейтинг или это был технический сбой? Обращайтесь напрямую в банк и с собой возьмите выписку 2 НДФЛ, чтобы подтвердить платежеспособность. Заемщик ведет себя агрессивно или сильно нервничает, давая банку поводу сомниться в своей честности. Не ругайтесь и не доказывайте свою правоту в банке, все подтверждайте документами. При проверке ипотечного кредита возникли проблемы с объектом недвижимости, неправильно оформлены документы или выполнена незаконная перепланировка. Перед подачей заявки самостоятельно проверьте документы на ипотечную квартиру. Заемщик завысил доход, чтобы получить одобрение. Подавайте достоверные сведения, менеджеры все равно проверят данные и если обнаружат неточности, сразу откажут. Есть неоплаченные штрафы в налоговой ГИБДД или коммуналке. Проверьте отсутствие штрафов перед подачей документов. Озвучено Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.